Добрый день, рада здесь тебя приветствовать. Я все-таки надеялась увидеть здесь в том числе и студентов, поэтому, может быть, часть моей лекции, вводная часть, рассчитана на более низкий уровень, чем здесь присутствующий. Вы все низкий уровень. Но все-таки я сделала небольшое вводное слово о предмете исследований. Сначала я расскажу об институте, который я представляю. Это институт физики атмосферы имени Обухова, который находится в самом центре Москвы. Институт у нас маленький, общий состав всего 200 человек. Но жирота проблем, которыми мы занимаемся, охватывает фактически все, что связано с исследованием атмосферы. Это исследование взаимодействия атмосферы и океана, то, чем я непосредственно занимаюсь. Это исследование газового состава атмосферы, исследование верхней атмосферы, образование вихрей, циклонов, ну и многое-многое другое. И мы всегда рады сотрудничеству с новыми людьми, с новыми специалистами. Мы приглашаем студентов, аспирантов для написания у нас дипломов, диссертаций. Ну и, в общем, рады нас в институте приветствовать всех желающих, в том числе и с докладами, с представлениями своих работ. В своей лекции я расскажу вводные слова о том, собственно, что такое теплообмен атмосферы, что такое тут турбулентные потоки, методы их определения, и особенно особенностатистационных методах определения турбулентных потоков, и архивы данных, которые для этого используются. Ну, естественно, теплообмен атмосферы и земной поверхности, благодаря которым, собственно, мы все на этой планете живем, определяется тем, что над нами есть Солнце. Солнечное излучение поступает на Землю, поток, какая-то часть возглащается облаками, атмосферой, где она трансформируется уже в тепловое длинноволновое излучение, какая-то часть такой на Земле, что что-то отражается, что-то также поглощается, формирует тепловое излучение, и одной из особенностей, собственно, земной атмосферы, что на этом фоне формируются, так называемые, турбулентные потоки, то есть, кроме, собственно, лучевого переноса, при взаимодействии атмосферы и поверхности существует еще и перенос, который основан на переносе энергии, вещества турбулентными вихрями. Ну, как вы отсюда видите, эти потоки малы по сравнению с основными лучевыми потоками, и в основном это поток явного тепла, то есть поток тепла из-за теплового переноса, который определяет с радостью температуры между двумя средами, и поток скрытого тепла, но здесь тоже действительно некая терминологическая путаница, потому что западная литература везде называется латен-хит флаксис, поток скрытого тепла, в нашей литературе называется поток флаги. Ну, западная терминология, она на самом деле более корректная, потому что это не совсем поток влаги, а это действительно поток тепла, который перенос за счет экспорения. Ну и, как я уже говорила, хотя эти потоки малы, ну вот это, собственно, схематическое изображение этих потоков, как я уже говорила, возникают они из-за турбулентного переноса, и определяются температурными условиями и ветровыми условиями взаимодействия атмосферы и луны. Ну, хотя это из потоке ручки малы, вот эта вот очень сложная схема демонстрирует то многообразие процессов, за которые они отвечают. Ну, и, прежде всего, им обязаны, собственно, формирование климата. Трактически ураганцы, клоны, все образуется именно благодаря этому взаимодействию. Это же все отвечает за образование облаков. И вот здесь представлено многообразие процессов, это только некоторые процессы, которыми характеризуется обмен атмосферой океана. Эти процессы самых различных масштабов, от 0 секунд до часов и дней, и имеют также самые-самые разнообразные пространственные масштабы. И, естественно, встает вопрос, как эти потоки определять. Существует более десятка методов самых разнообразных, разной степени точности их определения. Можно их разделить, собственно, на 4 группы. Первая группа — это прямые методы, которые определяют потоки специальных измерений. Параметрические — это всеналожная параметризация. На основе стандартных метеоизмерений — полуэмпирические, которые используют модельные расчеты, и дистанционные — из спутников наблюдений. Из этих методов, собственно, особый класс — это прямые методы. Все остальные, они так или иначе между собой связаны, потому что базируются на некой общей комбинации представления об атмосфере и, соответственно, форме. Сначала немножко расскажу о прямом методе. Это, собственно, этот метод один. Почему он называется прямой? Потому что он исходит из самого определения потоков. Профиль ветра в атмосфере при нейтральной стратификации подчиняется логоритмическому закону. Этот факт хорошо известен, хотя в реальной атмосфере все совсем не так просто. Профиль ветра довольно сильно зависит от стратификации. При устойчивой стратификации наблюдается некое ускорение ветра по сравнению с логоритмическим профилем при неустойчивой стратификации из-за усиления спецификации турбулентности скорость ветра, наоборот, смедляется. Но, тем не менее, именно подчинение логоритмическому закону скорости ветра с высотой является основополагающим в расчете определения потока. Но кроме среднего потока на него накладываются еще и турбулентные лихии. То есть кроме средней скорости есть еще постоянные от планеты скорости. Но, собственно, сам поток, сама скорость состоит не только из средней скорости этих пульсаций, она накладывается еще и из масштабной составляющей, но это учет ее при расчетах, это отдельная тема. И сам поток, он при этом будет определяться как кавриациями между отклонениями, ну или, как называют, пульсациями температуры, влажности скорости ветра и концентрации вещества, допустим, поток, которого мы определяем, вертикальной скорости ветра. Это и есть определение потока как таковое. И, собственно, вот здесь представлены формулы расчет потока как кавриации. И для того, чтобы знать поток, нам достаточно измерить как раз вот эти вот самые отклонения, пульсации от средних значений величин. Эти измерения сейчас при усовершенствовании аппаратуры достаточно распространены, хотя до сих пор это занятие достаточно сложное, потому что эти измерения требуют очень высокоточной аппаратуры. Он как раз здесь на рисунке представлен один с комплексом аппаратуры. Это акустический анимометр, здесь немецкий анимометр битек, и газоанализатор лайка, который позволяет измерять потоки пульсистого газа, пара, тепла, ну и так далее. И в эвенную формацию мы уже можем получить значение коэффициентов отмена, параметр шаховатости, поверхность и масштаб мой ноутбук, у которых присутствует в сущность атмосферы. Но, естественно, во-первых, эти измерения, они проводят с какой-то определенной точки, они очень локальны, они, как я говорила, очень слажены в исполнении и в обработке данных, и возникает вопрос, как определить потоки, руководствуясь только, допустим, стандартными ветеоизмерениями. А, ну, другой метод, другой метод, который также основан на таких же... А, ну, еще, в чем недостаток этого метода, что он требует, допустим, при измерении на судах или на платформах, на каких-то шатающихся основаниях, мы получаем очень большие ошибки из-за собственного движения платформы. Избежать эти ошибки можно, используя инновационный дисципативный метод, но это сейчас этот метод уже скорее исторический, на практике он фактически не используется из-за того, что требует очень громоздких вычислений и некая система предположений, которая далеко не всегда выполняется. Это предположение локальной азотерапии и отсутствований инновационного подинтервала в спектре пульсаций. Ну, собственно, на практике он заключается в том, что строится изравнительный косметр двух величин и попадок вычисляется как интеграл, то есть площадь под спектром. Ну, я уже говорю, что сейчас этот метод применяется очень, очень легче. Ну, и тот метод, который, собственно, основан на простых измерениях метеорологических параметров в атмосфере, он основан, прежде всего, на теории подобия Мойна-Убухова, по которому турбулентный режим на всех участках спектра, крови интервала дисципации, полости определяется тремя размерными параметрами, которые здесь, собственно, приведены. И с помощью этих параметров мы можем единственным образом определить эти безразмерные величины, которые определяют профиль метеорологических массов. И, зная профиль, мы уже определяем потоки. Ну, это основная формула профильного метода. Ну, и третий, и основной метод, который используется во всех моделях, в том числе и при обработке дистанционных измерений, это называемый аэроизмунический метод или ВАЛ-Формула. ВАЛ-Формулы, они описывают тот факт, что потоки, это прежде всего разница, это градиент двух величин, то есть температуры, влажности, скорости ветра, концентрации веществ и так далее, поможены на некоторые безразмерные коэффициенты. И здесь самое сложное, как раз определение этих коэффициентов, которые довольно существенным образом зависят как от метеорологических условий, так, как показывают эти формулы, которые входят в параметры шероховатости поверхности, то есть от структуры поверхности и, прежде всего, от стратификации. Но существует огромное количество работ по определению этих коэффициентов по стране параметрических зависимости от каких-то более простописных величин. Но особенно то, что касается морской поверхности, потому что она неоднородна, она постоянно движется. До сих пор точного понимания надежных параметризаций этих величин не существует. Ну и здесь просто я кратко привожу недостатки различных методов. Но я уже говорила раньше. Что бы ни делали, как бы точно мы не старались использовать эти данные, все равно все эти методы дают те или иные ошибки. Но вот здесь как раз эта таблица, которую мы сравнивали, наше измерение с помощью фальсиционного метода прямого, или как он называется в законной литературе, эти коррелейшн, с различными методами. Видно, что более-менее хорошо они работают при средних ветрах и при нейтральной сертификации. Дальше уже идут достаточно серьезные ошибки. Ну вот, собственно, это иллюстрация этих ошибок при измерениях конферктивных условиях. То есть, чем больше потоки, чем больше какая-то рассогласованных данных, тем, соответственно, больше и ошибки. И еще, естественно, достаток всех этих методов, которые измеряются на Земле, что мы измеряем какой-то одной точки. Атмосферные процессы, естественно, они очень разнообразные, и даже синоптические ситуации тоже могут быть самые разные. И дать, допустим, информацию о том теплообмене, которое происходит в данном регионе, измерения в одной точке не будет. Иногда бывает совершенно разная структура обмена в двух точках, которые находятся на расстоянии буквально нескольких десятков метров. И поэтому, естественно, весьма привлекательной является использовать спутниковые методы, которые бы позволили определять потоки более глобально и делать уже какие-то общие глиматические выводы. Естественно, такие методы есть, естественно, такие методы используются. И основаны они, их можно разделить на две большие группы. Это непосредственно измерение радиоякости температуры, это независимые методы определения потоков, и методы, которые основаны на тех самых баллов формулах, про которые я уже говорила, из определения потоков, которые в величин и расчеты, собственно, самим потоков. Но еще я сразу скажу, что в чем еще недостаток всех спутниковых методов, что ни о каких тонких временах электространственной структуры здесь говорить не приходится. Мы об этом методе не можем отследить даже обыкновенный суточный цикл. То есть здесь мы можем получать только глиматологическую информацию. То есть это посрединенное по довольно большому-большому пространству и по большому участку времени. То есть это уже синоптические масштабы, которые от суток до недель, месяцев и так далее. Дистанционные методы определения непосредственно потоков подразделяются на следующие подгруппы. Это с помощью СВЧ и инфракрасных радиометров, спутниковых фотографий, солнечных кликов, самолетных лазеров, радарных и инфракрасных изображений морской поверхности. Последние три группы, они достаточно экзотические, имеют только отдельную публикацию, используются крайне редко и дают довольно большие ошибки. Они перспективны, но их результаты очень во многом зависят от валидации, от сравнения их с наземными данными. И что касается измерения измерения инфринейского мунистового свечей, и радиометров, они дают... Сами температуры, которые они определяют, достаточно большие ошибки. И все-таки ощущается довольно сильное влияние атмосферы. Но пока что ни один из этих методов не нашел серьезного применения. Активно используемые методы это восстановление температурного градиента при поверхности слоя океана, величина и знака которого связаны с другой струблентным потоком явного тепла. Как это делается при одновременном использовании и свечей ИК радиометров. Собственно, этот метод дает довольно неплохие результаты при подспутниковых измерениях, при измерениях радиометров и непосредственно над морской поверхностью. Но когда мы берем спутниковые данные, ошибки получаются очень большими. И связаны опять-таки с точностью определения температуры поверхности океана. Еще один интересный метод это использование линии резонансного излучения водяного пара и области молекулярного кислорода на трофосферы для определения потоков, так как исключение излучения связано с потоками тепла и влаги. Этот метод достаточно долго разрабатывался в институте радиоэлектроники. Ну и сравнение с натурными данными давало, в общем-то, неплохие результаты. Но, к сожалению, опять-таки, он работает в достаточно узких диапазонах природных условий. И само описание этих связей требует достаточно громоздких расчетов и дальнейшая валидация данных. И используем, может быть, действительно хороший результат, он дает только при очень большом осреднении. То есть осреднение недельного, месячного и так далее. И сейчас основным методом определения потоков по дистанционным данным остается определение потоков искусственной взаимосвязи между интегральными значениями температуры и глаженности атмосферы и радиометрическими измерениями поверхности, скорости ветра и так далее. Собственно, эти данные используются в том числе и в реанализах. И существует несколько вариантов методов определения. Ну и вернемся к тем формулам, про которые я уже говорила. Здесь написаны эти формулы и те речены, которые у них будут. Собственно, что нам нужно знать? Нам нужно знать температуру поверхности, скорость ветра, температуру и глаженность атмосферы. В данном случае я предлагаю тебе тот алгоритм, который используется для организации массива потоков и методов жакура, и те масла моего себя данных, которые мы используемся. И, собственно, на этом марселле мы и проводили расчеты, которые использованы в данной презентации. Как происходит сам расчет? Берутся использованные данные, приводится интерполироваться на данную сетку, в данном случае, и усредняются по непространственным интервалам. И для расчета используется алгоритм КААРА. Это алгоритм, который был построен на основе большого массива надуманных измерений. И существует огромное количество. Сейчас, по-моему, уже четвертая версия алгоритма работает. Ну, там при расчете, но, прежде всего, коэффициент обмена учитываются самые разные явления, включая прызги, которые возникают при обрушении вул. Ну, и я, и многие люди, которые алгоритмы используют, считают, что наиболее надежным как раз действительно является и является третья версия. Она дает на меньшее колено и меньшее количество ошибок. И используется представленная здесь следующая спутниковая архива. Ну, и схема оппозиционного определения потоков происходит следующим образом. Значит, мы, я уже говорила, берем данные, осредняем, рассчитываем алгоритм каара, выводим полученные значения и сравниваем их с массивами. Сейчас существует достаточно большое количество различных массивных измерений потоков в океане. Это, прежде всего, эксперимент Тува-Каара, который проводился в тропическом секторе Атлантики и Тихого океана. Это данные с Гуёв. Это сейчас достаточно широко ракурсная сеть данных. Ну, и также привлекаются данные реанализы. Ну, здесь пример того, как различное использование различных массивов температуры, температуры, может повлиять на то, что происходит, то есть, повлиять на наши расчеты. Это два спутникового массива, которые входят в архив, и разница их наблюдений. Ну, это дополнительная база наблюдений, которая используется в скорости ветра, но отдельная тема температуры воздуха. Температура воздуха со спутником в общем-то непосредственно не распределяется. Опять-таки используются различные расчетные архивы, ну, или как большинстве алгоритмов все-таки до сих пор используются данные реанализа. А вы используете данные реанализа или спутниковые данные? Здесь, вот в этом архиве первым используют спутниковые данные, которые взяты из массива поэм. а вы оценивали ошибку, которая, какая разница в ошибках получается, если вы используете спутниковые данные и реанализ? большая. Большая. То есть это можно отличаться на порядок потоки. В сравнении с контактными измерениями? То есть реанализ дает лучшие результаты, чем спутниковые данные? но реанализ опять-таки тоже не сходит с контактными измерениями. И здесь как раз представлено сравнение с данными полученными с бурьев, сначала сформирование воздушных величин, скорости ветра, температура, разница в глобальном распределении. Здесь даются потоки, а здесь разница между измеренной и рассчитанными величинами. Тоже потоки тепла и влаги измеренные, рассчитанные, их разница, и число боя, которое является отношением потоков тепла и влаги. также подойдет к вопросу о данных реанализа. Это отношение, которое получено по температуре из реанализа и из негабагданных. То есть видно, что различия достаточно большие и все-таки пока что сравнение идет на пользу реанализа. потоков лаги при использовании данных сибиатуры поверхности из различных архивов. В принципе, согласие получается достаточно хорошее, хотя бывают и достаточно серьезные различия. Это пример другого базы данных или другого метода по расчету потоков. Это американская база. Здесь отличие от предыдущей, что там все-таки за основу берется температура, взятая по расчету со спутников данных. Здесь берется температура, которая взята из реанализа. И температура поверхности также берется из реанализа. Ну и сравнение глобальных потоков влаги, полученных из разных источников с потоками полученных с буйок. Естественно, сеть буйок достаточно разбросанная. И данные траполируются. И это сравнение очень и очень приблизительное. ну и опять-таки вот это сравнение оно говорит оно все-таки работает в пользу пока что он работает в пользу данных реанализов. Ну и основной основной вывод этой работы спутниковые методы очень перспективные, но пока что есть огромное направление где еще работать они требуют очень серьезной валидации на основе наземных данных. И единственный путь как бы усовершенствования и моделей и массивных данных это проведение специализированных подспутников экспериментов и сравнение данных и усовершенствование параметризации. Спасибо за внимание. Спасибо. Получилось несколько короче чем я планировала. Я вообще не метеоролог я биолог. Совершенно наверное практический вопрос может быть кто-то из истории может нам ответить. У нас есть наблюдение в одной точке Белого моря с 61-го года каждые 10 дней температура атмосферная поверхностная воды и по стандартным горизонтам и соответственно есть наблюдение за планетонным сообществом. У нас интересует вот какой вопрос. Поскольку у нас очень дискретное наблюдение за атмосферными явлениями и явлениями которые у нас проходят от общей воды мы бы хотели это как-то соотнести с нашей биотой и долговременной изменения в отличие от наших мелких дискретных наблюдений. И мы сейчас занимаемся тем что хотели бы узнать насколько валидны могут быть спутниковые данные набранные за последние 20 лет и сравнение этих данных осредненных для того чтобы выяснить в какой год у нас какой год был более теплый какой год был действительно более холодный и соотнести это как-то с реакцией нашей биоты на вот эти изменения. насколько валидно будет вообще использование таких данных у нас есть вечер у нас есть ССТ с МОДИСа собственно говоря то что нам дали наши американские коллеги у нас есть хлорохимные данные МОДИСАКВА и вечер в все метеорологические данные по гидрологическим и по метеорологическим данным у нас очень большая distress мы не можем из них среднее никак получить у нас просто вот мы выходим на точку закинули зонд закинули термометр измерили температуру воды измерили температуру воздуха записали насколько у нас облачное, записали, насколько у нас температура воздуха. На патологической информации, естественно, можете получить эти данные. Насколько вот как бы, ее вот именно спутников, больше у нас ничего, просто мы больше никаких данных на этот район не можем получить. У нас нет метеорологических данных по этому району. Реанализ. Да, на реанализ. На самом деле можно использовать реанализ. Сколько угодно можно найти. В карматию, на температуре, по крайней мере. Ищем коллег. Можно использовать данные реанализа. Это будет куда? Вот это был принципиальный вопрос, за которым я пришла на данную лекцию. Спасибо большое. Если кто-то хочет с нами сотрудничать, мы всегда рады. Спасибо. Может быть, будут вопросы ещё по лекции? В принципе, по формату у нас ещё достаточно времени, чтобы… У меня ещё вопрос, опять же, касающийся точности. Вы не оценивали точность определения, какого параметра наиболее влияет на точность определения потоков? Вот что более… Потоков со спутников имеется в виду? Со спутников, да. Что более важно, например, определение влажности при поверхностном слое или определение температуры? Температура и влажность, ну так они между собой связаны, они играют примерно равную роль. То есть как раз сильнее всего как раз влияет, мы проводили такую работу, сильнее всего влияет температура воздуха, точность определения температуры воздуха, ну и она, естественно, тянет за собой влажность. А всё-таки вам не кажется странным вывод, что использование данных для анализа лучше, чем спутниковых, поскольку… Пока что. В спутнике всё упирается именно в сложности определения температуры температуры. Да, но при сравнении с данными, скажем, радиозондирования, у нас спутники дают лучшее соответствие, чем данные реанализа. Если мы делаем измерение в одной точке, опять-таки, когда мы сравниваем потоки, которые мы меряем в одной точке с данными реанализа, то тогда получается расхождение колоссальное. Но опять-таки, если точки не привязаны к конкретной метеоставции. Это… И речь идёт, что именно когда мы смотрим глобально на всё, как бы на всё, тот реанализ работает лучше. Это всё равно достаточно большая срегулировка. Ещё вопросы? – Ну, просто замечательно, но реанализ тоже в среде садят ассмиляцию на сайте. – Естественно. – Так это говорит, что… – Ну… – Либо спутник, либо реанализ, – Нет, я не говорю, что… – Нет, я не говорю… – …вот ok, я не говорю, что либо спутник, либо реанализ… Мы все контактами имели, так что ничего не говорилось. Все-таки показалось, что на сегодняшний момент оптимальная оценка получается для площадки каких-то съемок реанализов или более адекватных? Из определенных, именно говоря об этих, ну так сказать, характеристиках, которые здесь оцениваются, связаны вообще с температурой по этой встрече. А можно еще вопрос по району земного шара? То есть там какое-то, проводилось сравнение в точности в отельных районах? Ну то есть где точнее, а где нет? Ну самое-самое большое расхождение в полярных районах. Это как бы, это мы просто, это мы проводили уже по другой работе, что как раз по полярных районах, там вообще там нет расхождения, между разными реанализами, между разными массивами. Там это ото льда, да? Нет, там это не ото льда, а из-за разряженности данных. Как раз в полярных районах там лучше работают спутниковые методы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё вопросы? Хорошо, тогда поблагодарим еще раз докладчиков. Спасибо вам большое.